Всем привет! Это Электрошаман. Сейчас я хочу записать видео по поводу того, как я расставляю ограничители YXD10 в щите. Потому что в последнее время качество вот этих вот ограничителей YXD10 что-то немножко страдает. И я хочу, если у меня будут сейчас бракованные ограничители попадаться, то я хочу это видео выслать ИОКУ, чтобы они увидели и приняли небольшие меры. Значит, как я это все дело использую? Удобным оказался шуруповерт с длинной насадкой, потому что она, здесь видно, она получается выше автомата, и поэтому ничего не мешает, автомат не портится, а шуруповерт не трется, и очень удобно. Поэтому я немножко раскручиваю вот этот ограничитель, чтобы он болтался свободно, подстраиваю его, вставлю его на рейку и откручиваю его еще сильнее для того, чтобы он коснулся автомата. Сейчас мы следующий ограничитель увеличим и посмотрим это дело в увеличенном варианте. Значит, вот нам нравится вот этот автомат. Мы настроили с вами зум. Еще больше. Итак, значит, мы берем ограничитель. Вот он. Так, ну куда мы попали? Мы с вами попали на вот этот вот автомат. Значит, мы взяли ограничитель, поставили его на рейку, освободили его и додвинули до автомата, значит. Если сейчас посмотреть с вот такой вот стороны, то видно будет, конечно, немножко плохо. Если сейчас посмотреть, то здесь вот между ограничителем и автоматом находится свободное пространство. И нужно поймать ограничитель таким образом, чтобы его придвинуть к автомату верхним усиком вплотную, для того, чтобы он при затягивании автомат у нас немножко сдвинул. В этом случае автомат сдвигается от края пластрона, а я все автоматы вымерил сейчас ровно по краю пластрона вплотную. И поэтому от края пластрона получается небольшой отступ. Ну вот, в общем, давайте уберем сейчас увеличение и накрутим все ограничители и посмотрим, будет ли какой-нибудь брак или не брак. Я сейчас все ограничители затягиваю на усилии 8. Раньше тянул чуть-чуть позлее. И вот и поехали затягивать. Сейчас либо я успею все затянуть, либо у меня сядет аккумулятор, что-то из этого будет раньше пожуем, увидим. Собственно, шуруповерт, конечно же, рулит при сборке щитов. Пока идем без брака. Никогда еще не собирался тейт на камеру. К сожалению, я сейчас переехал в Москву. Назад и вынужден ковыряться со щитами на кровати, как это всегда и было. Посмотрим, как мы в будущем решим этот вопрос. У сборки щитов на кровати есть один положительный момент. Потому что щит лежит на мягкой основе. И когда мы вставляем раму в корпус щита, то сам корпус не царапается ни о какой верстак, ни о какой стол. Лежит на мягкой тряпке. И поэтому он получается очень чистенький. Ну, собственно, все это дело прошло без брака. В этот раз никакого брака не было. Вот что мы сейчас сделали. Мы сейчас расставили все ограничители с края щита. Его можно будет закрыть, посмотреть, что у нас получилось. Все стало практически вплотную. Проверяем здесь с этим пластроном. Все у нас стало прекрасно и вплотную. То есть сейчас у нас щит... На щите сейчас у нас расставлены все ограничители. И сейчас мы можем снять вот эти вот автоматы, которые были нужны для того, чтобы отметить края ограничителей. И расставлять на этот щит материалы. После того, как я вот эти все материалы промаркирую и расставлю. Сейчас будет коротенькое видео про то, как я их маркирую. Я перенесу раму щита на стол и буду его собирать. На этом пока все. Спасибо за внимание. Потом запишем следующую часть.